сейчас у меня видео о форсунках дизельного двигателя у меня skoda octavia 1.9 td значит форсунки простые обыкновенные без управления вот обыкновенные форсунки и суть в я решил проверить все ли у меня нормально на канале вы можете увидеть что я сделал раскоксовку у меня было 20 21 16 14 после так скажем раскоксовки с помощью просто несколько пшиков очистителя карбюратора не просто а с определенной методикой получилось сделать 21 21 20 20 то есть ну как бы все с самим двигателем все в порядке и я решил за 1 проверить и форсунки что я сделал снял и сходил мне на соседней улице живет человек который у себя дома регулирует форсунки камазовские обыкновенные у меня форсунки двухпружинные и да действительно он может отрегулировать только первый впрыск второй сделать не сможет поэтому но это другая история это не просто сделать но проверили все четыре форсунки распрытили хорошие кстати потому что я их сам лично перед этим разбирал вот эти кончики опускал в димексид потом прочищал отверстия чем прочищал отверстия очень тонкие поэтому ужины взял значит сначала я пробовал медным волоском от провода но медный плохо лезет отламываются значит что можно сделать в комплекте к иглам швейным обыкновенным иногда идет такой такое устройство для втягивания иглы это такая 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 такой медиатор или такая пластмасска и к нему такая кругленькая проволочка ну такая согнутая проволочка идет вот та проволочка очень тонкая она пролазит в ушко иголки и с помощью нее можно затянуть потом нитку так вот у жены забрал эту или она добровольно мне отдала и вот та проволочка тоненькая она такая столистая хорошо заходит в эти отверстия под лупу все по моему пять отверстий там все пять вытаскиваю кончик в пробочку взял димексид наливаю вот в такую пробочку вставляю она там стоит потом достаю проволочкой чик 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 все они там засовываются под разными углами так так вот так под разными углами поэтому будьте внимательны прочистил и сегодня отнес этому специалисту он мне проверил не ни одна не льет то есть нормальный распыл но давление распыла 170 бар а в инструкции ну или на самой форсунке написано 190 поэтому они подложили шайбу здесь она двухпружинная конечно же отрегулировали только первый предпрыск значит одна стоит пружина вторая и под низом второй пружины это регулировочная потому что здесь есть одна шайба начали сюда подкладывать не помогает вторая шайба начали под нее под вместо нее подкладывать не помогает а третью мы не увидели потому что она при вытаскивании шайб прилипает туда и даже стукали не вылазит но потом залезли пору проволочкой и вытаскивать нужно каждую эту шайбу отдельно значит одна десятка одна атмосфера не 10 атмосфер поэтому отрегулировали на сто восемьдесят пять сто девяносто ну там что 188 190 атмосфер и теперь буду устанавливать на двигатель конечно же я купил чтобы устанавливать нужно новые шайбы обязательно это играет большую роль каждый раз нужно ставить но и поэтому обратите на это внимание я сейчас вот те которые там стоят они там стоят вытаскиваю а эти новые ставлю ну и посмотрим чем все закончится во всяком случае после раскоксовки как я увидел немного уменьшился расход топлива не могу сказать конкретно насколько но уменьшился ну и соответственно думаю что и это тоже повлияет расход топлива у меня сильным большим и не был двигатель хорошо заводился на зимой всегда только с полуоборота заводится поэтому проблем нет но вот хотел поделиться что для наших форсунок обыкновенных без управления не пьезо электрических без common rail можно да и самый большой прикол 50 гривен стоит отрегулировать одну форсунку то есть я заплатил 200 гривен 50 гривен это 2 доллара на одну форсунку у меня ушло подобрали разобрали проверили разобрались что нужно делать поменяли подкладочную шайбу отрегулировали 2 доллара 1 поэтому не бойтесь самостоятельно если вы отдадите это в сервис или в специальную компанию будет это вам стоить совсем других денег да действительно они могут сказать что они регулируют и второе там есть 190 одно давление и второе но не факт что они это сделают потому что там это непростая задача ну а скажут конечно что они сделают вам все что угодно ну а теперь ставлю назад и для того чтобы правильно запустить что я делаю я же подкручивал и туда попал воздух поэтому я сейчас поставлю закручу здесь полностью затяну эти а вот эти затяну не полностью провожу тряпочки по масла и покручу двигатель топливо пройдет по трубкам начнет брызгать и уже после того как топливо начнет брызгать отсюда я тогда затянул и буду крутить пока не начнет заводиться сразу не заведется потому что воздух в системе пока он выдавит весь воздух только тогда начнет поэтому не удивляйтесь если вы поменяли а она не заводится ну сразу и не то в общем то видео об о том что самостоятельно вы можете решать проблемы даже с портунками ну и мне проверили и я теперь спокоен о том что самостоятельно выходит для вас